Охрана труда – это то, с чего начинается жизнедеятельность любого предприятия. Изучение, выявление возможных причин производственных несчастных случаев и разработка мероприятий, направленных на их устранение – вот пункты, которые можно назвать своеобразной азбукой охраны труда каждой организации. В осуществление этих задач на помощь руководителям приходят обучающие семинары и информационные программы. Кстати, выставка наглядных и справочных пособий по охране труда – первая, с чем знакомились представители брестских предприятий и организаций в рамках городского дня охраны труда. Я представляю Брестский центр охраны труда, целью которого является изготовление документации по вопросам охраны труда. Это журналы, это инструкции по охране труда, это должностные инструкции, это все то, что касается вопроса охраны труда, включая плакаты, наглядная агитация, знаки пожарной безопасности, электробезопасности. Ключевых позиций в системе охраны труда на предприятии. Контроль за ее состоянием в городе осуществляет Госпромнадзор, на балансе которого находится порядка 600 организаций. В основном недоработки и нарушения обнаруживаются в бумажном вопросе, то есть о неправильном оформлении документов. В плане технической эксплуатации устройств нарушений практически нет. Нашими инспекторами проведено за 10 месяцев более 130 проверок предприятий. Выявляются определенные нарушения, которые в определенный период времени быстро устраняются. Что касается состояния промышленной безопасности на предприятиях, оно на сегодняшний день удовлетворительное. Чего, увы, не скажешь в статистике случаев производственного травматизма. Если в прошлом году увечья получили 26 человек, то за 9 месяцев текущего года это количество уже достигло отметки 24, причем 4 случая с летальным исходом. Именно поэтому анализ причин и совершенствование мер по недопущению увечья среди работников один из главных вопросов, который рассматривался сегодня. Основная причина 16 случаев из произошедших 24, это связано с падением, падение с высоты, в том числе с высоты своего собственного роста. Уборщик помещений при развешивании тюли оступился и упал, получил тяжелую травму. Уборщик территории по движению, движение по лестничному маршу тоже оступился, упал. Работа на высоте, а также под открытым небом всегда имела статус особо опасный. Именно поэтому изучить опыт и знакомиться с системой охраны труда участники отправились на предприятие Брест-Тормед, где практически все специалисты не понаслышке знают о том, что такое риск. Охране труда в этой организации уделяется большое внимание. Об этом красноречиво говорит статистика, а именно полное отсутствие фактов производственного травматизма. Мы создали нормальные бытовые условия, нормальные условия для технологических процессов. И скажу, что в технологии у нас нет демократии, у нас жесткая диктатура. В этом году 390 миллионов рублей мы выделили на охрану труда, средства индивидуальной защиты. Обучение по вопросам охраны труда и новые подходы изучаем по республике тоже затратили 40 миллионов рублей. Это все в совокупности дает положительный результат. На это не надо жалеть денег. Охрана труда – это повседневная работа сотрудников всех звеньев того или иного предприятия, начиная от руководителя, заканчивая рядовым работником. Только путем выявления и устранения замечаний недостатков общая картина в системе охраны труда станет по-настоящему благоприятной и позволит обезопасить каждого сотрудника от непредвиденных ситуаций на производственной НИВе. Продолжение следует...